ну что друзья всем привет play in stage у нас этап закончился и я хотел бы подвести некий итог так сказать того вообще как это все прошло понравилось мне не понравилось каких успехов определенных добился я и ребята которые играли вместе со мной и хочу начать с того наверное начну с себя точнее что в принципе я ни разу не проиграл за весь этап то есть у меня были игры довольно такими сильными игроками где выиграл 21 и это наверное было максимально интересно потому что в принципе в любой момент я мог проиграть и допустим занять какое-то другое место но по итогу прошел я всех либо 20 либо 21 последняя игра у меня была супер дупером это самый сильный чувак был так сказать в моей группе 3000 чем-то у него была мощь она последние разы вот он 2 785 он играл декон да до этого вот он играл 3 300 я у него выиграл он поменял деку на 2 800 забрал у меня победу и собственно потом в третьем раунде уже также легко короче его вынес поэтому забрал я максимальные плюшки в общей сумме меня получилось 500 эры 140 за игры плюс 160 отсюда 200 за то что топ-1 своей группе для меня как бы этот этап прошел прям супер гладко супер клёво всем спасибо кто там был со мной с кем мы сидели тут вечерами и играли кто-то мне как-то помогал советом даже иногда то есть было все так более по фану клево мне все понравилось пробегусь наверное по своим ребятам которых знаю которых хочу выделить начну наверное я с димона смотрел все его игры димон у нас также занял топ-1 своей группе с чем я его поздравляю второе место здесь занял оберон вот x-ray к сожалению не повезло то есть он не вышел что у нас еще там есть есть и убил у нас с 29 группы и убила у нас не повезло на самом деле как это все сработал я не понимаю здесь очень спорная ситуация была изначально у тебя била с инвестором у них было по 13 очков и kill bill был на втором месте что изменилось ничего не изменилось по сути последние игры они выиграли автоматом с 20 потому что ни у одного него второго соперник не пришел и по идее начисления очков то есть по 3 очка не с каждой игры с этой получили должно было быть таким же и kill bill должен был быть на второй строчке но я не знаю как так получилось и кубила записали во вторую строчку хотя опять же таки если смотреть на то что очки приходят одинаково ну в одно время получается здесь уже просто компьютер сам выбирал кого куда поставить и по идее предпочтение должно было быть у кубила но не в раз не сложилось поэтому естественно обидно потому что у человека довольно сильная дека было 3145 он был как бы как сказать наверно одним из самых таких вот интересных в этой группе но вот рандом решил иначе не повезло что касаемо моих так сказать более слабых друзей это у нас был умата из 35 группы вот он и тут конечно ситуации точно там дека слишком слабая оказалась против таких гигантов как тинкера лундра и феофилак вот поэтому умата у нас тоже не прошел более-менее забрал там эры что тоже хорошо но к сожалению во втором этапе мы его уже не увидим хотел бы выделить еще наверное 70 группы там много кто играл начну наверное 76 76 у нас играл ванчес и ванчеса получилась тоже очень скверная ситуация потому что ванчеса была игра выигранная ему нужно было просто нажать кнопку зайти и он бы получил за нее три очка и занял бы топ-2 по итогу но ванчесу так понравилось смотреть за моей игрой что про свою он просто забыл и по итогу вот из-за этой маленькая оплошность у него не получилось зайти в топ-2 в свою очередь за dark spirit который в одной игре не участвовал тоже но не пришел на нее он сделал охренительный камбэк с 5 6 строчки и по итогу занял топ-2 то есть это говорит о том что как бы и чем бы вы не были увлечены нужно стараться нужно заходить хотя бы зайти на игру потому что если ваш соперник не зайдет его автоматом получится три очка вот такие вот дела поэтому мои соболезнования как говорится но надо иметь это в виду на будущее ватрун хотел бы выделить такого человека как ватрун играем мы с ним плюс-минус на одинаковых деках через убийство и ватрун точно также своей группе занял топ-1 без шансов выиграл просто все игры которые были у него да у него соперники с не ошибаюсь чуть пореже заходили на огонек но тем не менее 21 очко максимальные награды 500 р и он получил с чем я его естественно поздравляю потом кого бы еще хотел выделить 80 группа тел 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 не без проигрышей но все равно топ-1 максимальные награды поэтому тоже поздравляю игры у нее были ну как и кто-то не приходил и приходили довольно так уверенно они шли в общем мои поздравления после кого хотел бы выделить сейчас скажу так здесь вроде никого и не было но если говорить про шоу тайм и эпик вина то эпик вин на котором играл сантес не ошибаюсь поздравляю прошел или не санты играл до себя помнишь это как-то как он связан с сантой поэтому мои поздравления так или иначе человеку проиграл на этом аккаунте потому что одну игру он пропустил так бы я думаю он бы ее выиграл набрал бы 21 очко то есть тоже по максимуму так вот чисто из-за того что пропустил все равно камбэкнул и равных как бы особо я здесь не видел шоу тайм шоу неплохо хорошо держался но слишком много было так сказать выходов о патриарке то есть тоже охренительный камбэк был патриарка жаль что он тоже кстати не добился как бы ну не смог взять топ-2 но в целом очень сильная группа была и ребята показали классный результат за что тоже респект я думаю что чем-то улучшить свои деки поменяют свою немножко стратегию и в принципе добьются определенных результатов следующем турнире потом что тут у нас еще было была если не ошибаюсь 6 группа здесь тоже играл мой знакомый харди вол не без проигрышей но все-таки топ-2 забрал причем здесь вот три русских сразу в группе мы видим все все в топе молодцы молодцы поздравляю вас с проходом посмотрим что будет у нас в следующем этапе ну и дальше в принципе наверное никого никто бы ну как бы не знаю про кого что здесь сказать дальше кто-то из наших там само собой играл в общем всех кто прошел поздравляю кто не прошел ничего страшного сделайте выводы работа над ошибками и попытайтесь все лучше показать следующем турнире групп стейдж у нас уже открылся соперников мне уже далее я попал 58 группу и соперники у меня следующие у меня тут одни бразильцы есть два человека из топ-20 каждого лагеря ты инфинито и слил фп frozen demon довольно сильный тоже игрок пару ну то есть в принципе здесь уже все сильные игроки не знаю как она у меня пойдет тягаться с ними уже но по идее я думаю шансы есть самое главное что есть нужно сделать здесь хотя бы нужно набрать одно очко забрать один раунд вот чтобы получить 110 эры но будем конечно же играть на победу каждый раз будем стремиться ну а повезет не повезет не знаю вот ну что соперники здесь конечно уже сильнее ну и что хорошо здесь добавили то сид лист которым все по очкам будут записываться для перехода ну то по 70 игроков для перехода я так понимаю в нокаут поэтому поглядим поглядим как она пойдет сейчас на данный момент здесь все ребята которые проходили из топ-20 по идее group stage point будет обновляться кто-то будет с кем-то меняться обновляться и прочее и данный групповой турнир конечно нам уже несет очень сильные интересные матчи потому что здесь играют топовые игроки то есть и старовский вот аккаунт мы видим тайгеров для амурчик будет наш играть сантос брат гад будет играть сантосом то есть тут уже ребята прям такие вексу тортик space партик space это тоже он играл с трех аккаунтов ну с двух один споте тоже по максималке вынес 21 2 вроде не прошел у него но там был аккаунт как уже третий такой самый самый ну как собранный как солянка 1 7 боны пабулус и то есть здесь уже топ игроки с этим кинетусе мы будем смотреть второй этап несет нам очень много зрелищных игр начнется он через пятьдесят четыре часа пятьдесят три будем смотреть будем болеть за наших за всех само собой поэтому надеюсь все будет хорошо что в целом могу по турниру сказать принципе в турнире то как он устроен как его сделали понравилось все это что можно реплей смотреть то что довольно удобно можно в самом реплее посмотреть также и карты и прочее то есть все это кликабельная можно менять скорость делать там паузы выходить пересматривать то есть в этом плане все здорово в этом плане все здорово не очень понял систему опять же таки вот такую как вот допустим у ки убила то что получилось так как ну по сути ки убил должен был забирать второе место проходить но что до этого до получения этих очков ки убил был на втором месте инвестор был на третьем но вот как бы не повезло не сложилось и главный вывод который я могу сделать неважно против кого вы играете просто у вас игра появилась нажали тыкнули зайти на игру все если соперник пришел постарайтесь поиграйте хотя бы раундик заберите если не пришел то вы просто на изи 3 очка получили поэтому старайтесь там передавайте аккаунт если что кому-то чтобы просто приходить на игры и возможно там какой-то баг будет системе вы просто заберете 3 очка что касаемо багов кстати багов вроде как не было единственно что я заметил что очень много людей не приходило вовремя это говорит о том что либо люди как бы мы не могли зайти либо они не могли играть на нескольких аккаунтах одновременно либо еще что-то либо может быть какой-то баг в системе был вот так что не знаю в целом то как все сделано мне понравилось без особых наворотов все очень так интеллектуально понятно интуитивно интуитивно понятно реплей смотреть можно за другим игроком смотреть можно в реальном времени задержка там секунд двадцать наверно было я не знаю в общем все клёво все клёво что касаемо по самому курсу игры и прочее я сейчас фиксируюсь максимально быстро то есть вчера вечером награды пришли вчера вечером я их сразу снял и на самом деле ну не знаю кто-то верит конечно то что курс там отрастет прочее прочее еще раз напомню что здесь все зависит от общего настроения на рынке общее настроение на рынке сейчас негативно все стоят как бы количество шортов она намного больше чем количество лангов и в целом все говорит о том что биток пойдет еще ниже это как бы так сказать слухи если биток пойдет ниже то извините меня эра сто процентов пойдет ниже и в принципе даже сейчас на каких-то таких вот графиках это все можно увидеть взглядеть то что после вчерашней выдачи во первых ключе люди начали также как и я сливать свою заработанную эру кстати было все но возможно мне повезло но было все без глюков без задержек я нажал кнопку клэйм они сразу же пришли я сразу же их скинул скидывал я их причем так но неплохо то есть сейчас у меня было бы уже меньше там долларов на 5 чем вчера вот но эра сейчас стремится обратно к одну своему некоторому либо да тут какой-нибудь двойное дно может быть нарисуется но опять же таки я говорю то что смотреть на график эры вообще без понтово все зависит от того куда пойдет биток грубо говоря так по притоку там новых людей и прочее прочее даже не знаю что сказать особо в принципе турнир пробудил людей то есть если мы посмотрим за 30 дней то у нас онлайн падал до там 13 тысяч юзеров и на самом турнире он уже разогнался до 28000 28 тысяч активных юзеров в принципе это прям классный показатель хороший не такой классно как было допустим у нас мы что у нас там бывало и 53 тысячи людей играла то есть видим что идет у нас в общем все отрицательно но вот как бы если смотреть на этот график то в принципе отскок у нас произошел произошел да то есть вот 13 бах сразу 28 но он как произошел он так сразу затухать и начал снова потому что естественно чем дальше в группе чем дальше нокауту тем в принципе меньше людей у нас участвует в самом турнире значит собственно эти люди снова забывают про эту игру и уходят в спячку вот поэтому не знаю как она все пойдет но в целом все негативно о карточкам и прочему там особо говорить не буду ничего то есть тут уже кто из вас зачем следит мое мнение то что сейчас пойдет некий дамп по цене уже потому что люди которые набирали грубо говоря себе карты для турнира и из турнира они вылетели они сейчас убегут эти карты скидывать это сто процентов будет так особенно те кто покупал там не на хаях там по три по четыре доллара допустим это карты сейчас они стоят там пять то они ну постараются еще на этом заработать естественно людей будет больше больше и в целом как бы курс будет проседать вот но как бы не знаю из того что я знаю давайте посмотрим вот цены по inferno чистотных речу что мы тут имеем ну да я в целом вижу то что все стало намного дешевле чем было 4 ура пиро по четыре с половиной якобы скидал тогда по 7 с половиной прям перед турниром и ни о чем не жалею что сейчас я бы скинул не за 30 а уже за по 15 долларов это было бы такое себе давайте посмотрим еще курс на олеге с пиратка вчера была интересная ситуация пиратка там минимально 50 долларов стоило ну а так что мы имеем 11 12 13 давайте пиратов глянем пираты 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 ну да вот уже за 25 она стоит в принципе 25 долларов ну она довольно популярная поэтому сейчас как бы до ценник на нее более-менее держится но вчера вот их там пытались позавчера продавать там 56 минималка была что ли было конечно забавно серии нули сразу пытаться продавать начали сами друг друга дампить по сути по цене ну и в итоге все вернулось на круги своя вот так что как то так целом ждем продолжение глобальный мой вердикт цена будет падать количество игроков сейчас будет снова падать почему я уже сказал почему вот как она будет на на деле да я думаю точно так же она и будет на деле как я и сказал но наше дело как бы такое через 54 часа начинаем играть группу делаем все что в наших силах чтобы попытаться пройти в нокаут либо забрать максимально много наград с групп стейджа вот и все принципе все еда вчерашнего вчера записи у меня не было потому что сидели мы где-то три часа я не любитель выкладывать такие большие прям видео там просто никто не подумал что помер тогда запись стрима я выложил но возможно на групп стейджи если вам заходит такой формат то буду именно записи как бы сбрасывать либо буду делать как сейчас такие коробки просто видео с результатами тех или иных матчей в общем ждем ждем и играем всем спасибо за просмотр всем профита